Появились эти кошки. Легенды, сказки и так далее. Но, давай, давай, предпринятую за ним, хорошо? Но есть абсолютно достоверная история, с которыми я была. И я всегда говорю, пока я живая, я буду об этом рассказывать. А потом, когда меня не любят, вы думаете любые сказки. Вот любые. Ах, а ты мой родной. Девочка. Это девочка. Ах, это девочка. Вот это как раз девочка. Завица. Очень хочется. Много лет назад, я даже боюсь сказать, в каком году это было, потому что вы сразу скажете, ну, огромная, какая же это старая. Много лет назад, когда фактически на заре российской пеленологии, к нам приезжали две дамы на выставку. Это было не в Москве, а в Санкт-Петербурге. И она показывала кошек, котов своего клуба и говорила, что она хочет сделать, создать как бы новую породу и хочет назвать их невские маскарадные. Эти две дамы вполне уважаемые, судьи фифе, очень уважаемые, очень грамотные. Я много раз у них работала, они обе были еще в Словакии, еще тогда, в 90-е годы, на выставках фифе. Очень симпатичные дамы сказали, ну, зачем нам еще одна калорная порода? У нас есть священные бирмы, калорная порода. У нас есть ргдолы, калорная порода. У нас есть персидские кошки калорного окраса. Британцев тогда еще не было. Да, да, да. Они появились позже. У нас есть сиамские кошки, классические сиамские кошки. Зачем нам еще одна калорная порода? Вдруг я какую-то породу забыла, вы уж, извините, возраст, альтгеймер, сами понимаете. Я тогда была совершенно зеленая, и я, в смысле цвета, в смысле образования, и я сидела и думала, ну, вот они так категорически против этого выступают, но ведь время же оно все расставит по своим местам. И так в результате и появилось. И не прошло буквально 3-4 лет, и сначала Германия начала покупать наших кошек, потом именно сибиряков калорного окраса, потом в Европу они поехали, потом Франция, Дания, там появились наши кошки, а теперь они есть и в Соединенных Штатах, а теперь они есть и даже в Чили, вы не поверите, в Чили, я прилетаю в Чили и вижу на выставке наших сибиряков калорного окраса. И я была просто потрясена, я говорю, откуда, откуда они у вас? Я даже их здесь зафотографировала, они у меня телефончиком хранятся. Вот, и что можно сказать о данной породе? Дело в том, что несмотря на то, что эти кошки фактически должны соответствовать тому стандарту сибиряков, который был придуман, ну, достаточно давно, он немножко совершенствовался, но все равно стандарт сибирских кошек практически остается без изменения. Прямоугольное, крепкое, мускулистое тело, невысокие ноги, трапециевидная голова с плавными линиями, профиль с легким переходом, все то же самое касается наших так называемых невских маскарадок. Московских фестивальных фестивальных фестиваль, но главное, что привлекает нас в этом, прежде всего, окрасе, это синие глаза. Ничего удивительного в этом нет, что так много калорных пород существует в мире, потому что калорный окрас подвязан с синими глазами. И поэтому, конечно, когда мы смотрим, когда мы смотрим в лицо, видим вот эту чудесную масочку, видим голубые глаза, мы не можем не влюбиться в это. Ничего удивительного в этом нет. Плюс еще кошка, посмотрите, какая-то крупненькая, крепенькая, сильная. Я так люблю, знаете, я не люблю торча. Знаете, именно у нас сын, шестровый, любимый врач, я торча и голубые газы. Я люблю, чтобы кошка была упитанная, чтобы у нее на крупе было мясо, потому что иногда смотришь и сразу щипочешь, и сразу понимаешь, что не то, или недокормленная, или просто больная. И это сразу становится жалко кошкам. Жалко кошкам, потому что хозяева должны любить свою кошку. А вот для того, как мы понимаем, что хозяин любит свою кошку. Сильная, красивая, в очень хорошем формате. Прекрасная, такая прозрачная масочка на лице. Ты, моя родная, еще и гривень такая. Умница, молодец. Умница. Все, аплодисменты ваши. Все, мне тут есть.